Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня в нашей передаче поговорим о здоровье. Мы коснёмся очень интересной темы – папиломовирусная инфекция и вакцинация гордосилом. У нас в гостях Яна Валерьевна Дуванская, гинеколог Володарской амбулатории. Рак шейки матки – это тяжёлое заболевание, которое представляет угрозу жизни. Практически во всех случаях до 99% это связано с заражением гениталий женщины, некоторыми типами ВПЧ вируса папиломы матки. Поэтому, Яна Валерьевна, расскажите нам, пожалуйста, что же такое папиломовирусная инфекция? ВПЧ-инфекция или вирус папиломы человека является распространённой инфекцией. Она относится к инфекции, которая вызывается вирусом папиломы человека. Вирус папиломы человека относится к группе вирусов, содержащих около 100 типов вирусов. 30% из этих вирусов являются онкогенами. Их можно распределить на две группы. Первая группа вирусов является вирусами онкогенности высокого типа. Вторая группа является вирусами онкогенности низкого типа. Вирус папиломы человека, который относится к вирусу высокой онкогенности, является вирусом 16, 11, 18 типов. Это вирусы, которые чаще всего вызывают заболевания гинекологические и онкологические шейки матки. Елена Валерьевна, а расскажите, как часто встречается ВПЧ-инфекция? На сегодняшний день приблизительно 20 миллионов людей инфицированы вирусом папиллома человека. Приблизительно 50% сексуально активных и женщин, и мужчин в течение жизни инфицированы вирусом папиллома человека. По приблизительной оценке в 2009-2008 году в США зарегистрированы около 9,5 миллионов новых заражений вирусом папиллома человека. Причем заражения идут в группе наиболее сексуально активного возраста. Это молодые юноши и девушки от 14 до 25 лет. Если перевести расчет, это получается каждый четвертый молодой человек или девушка уже инфицирована вирусом папиллома. Яна Валерьевна, каждое заболевание имеет свои симптомы. А какие же симптомы имеет эта инфекция? В основном вирус папиллома человека передается половым путем. Но известны случаи, когда было произведено инфицирование ребенка матерью при прохождении его через родовые пути. Большинство людей, зараженных вирусом папиллома человека, не имеют симптомов. То есть они даже не знают, инфицированы они или нет. В 30% случаев внешние симптомы вируса папиллома человека проявляются кожными изменениями. В основном вирус локализуется в клетках кожи и эпители слизистых оболочек. Чаще всего люди предъявляют жалобы на косметический дефект, на кожное высыпание в виде образования кандилом. Может также беспокоить зуд, болезненность высыпания. Яна Валерьевна, расскажите, пожалуйста, какая же связь между инфекцией ВПЧ и раком шейки матки? Ежегодно регистрируется около 490 случаев вновь зарегистрированного рака шейки матки. 99% из образцов рака шейки матки выделяется в вирус папиллома человека. Это дает основания полагать, что связь между вирусом папиллома человека и развитием рака шейки матки очевидна. Скажите, пожалуйста, кто же может вакцинироваться от ВПЧ? В ВПЧ вакцинацию рекомендуется проводить девочкам 11-13 лет. Также разрешена вакцинация девочкам от 9 лет и молодым женщинам от 13 до 26 лет. Почему? Потому что идеально вакцинировать женщин и девочек, которые еще не имели сексуального опыта. За счет того, что в этом возрасте эпители шейки матки наиболее восприимчивы к вирусной инфекции. Яна Валерьевна, давайте поговорим, насколько эффективна ВПЧ вакцина для девочек? Исследования показали, что вакцинация переносится очень хорошо. Эффективность практически стопроцентная для предотвращения заболеваний, которые вызываются вирусом папилломы. Также доказано, что существует иммунологическая память, которая зафиксирована в течение 5 лет после вакцинации. Расскажите нам, пожалуйста, как проводится вакцинация? Вакцинация проводится трехкратным внутримышечным введением вакцины в течение полугода. Первая вакцинация проводится в первый день вакцинации, вторая и третья вакцинация проводятся через 2 и 6 месяцев соответственно. Яна Валерьевна, а расскажите нам, пожалуйста, нужно ли вакцинированным девочкам, девушкам, женщинам в последующем проводить скрининг цервикального рака? Я думаю, что нужно обязательно женщинам и девочкам приходить на осмотр. Почему? Потому что вакцинация направлена на 4 типа вирусов. Но существуют еще вирусы, которые тоже, возможно, могут вызывать цервикальный рак в последующем. Это первое. Второе. Вакцинация является профилактической. То есть она не защищает от тех заболеваний, которые, возможно, женщина уже перенесла на момент вакцинации. Поэтому женщина обязательно должна проходить цервикальный скрининг при прохождении осмотра у врача-гинеколога раз в 6 месяцев. Должны ли женщины или девочки исследоваться на ВПЧ перед вакцинацией? Девочки или женщины не нуждаются в ВПЧ-тесте на наличие вируса папиллома человека в организме. Почему? Потому что если женщина инфицирована, нет точного определения, каким именно вирусом она инфицирована. Вакцинация является профилактической. Она все равно эффективна при вакцинации. Дорогие друзья, сегодня мы с вами провели беседу о вакцинации гордосилом. То есть вакцинация, которая не всегда верит в нее, не всегда знают об этом заболевании. Это заболевание, которое по частоте является вторым. То есть рак шейки матки – это второе онкозаболевание среди онкологических у женщин. Первое – это у нас рак молочной железы. Поэтому вакцинировать или не вакцинировать девочек – решать вам. Но знайте, заболевание серьезное. И могут быть различные вещи, которые нам просто-напросто, докторам, не предотвратить. Подумайте, нужна ли вам вакцинация. И будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова